Добрый день, дорогие друзья! С вами я, Игорь Яковлев, и эта цифровая история подходит к концу 2020 год. Для нас он был разным, но, в общем-то, довольно успешным. Наш канал практически уже набрал 150 тысяч подписчиков нас смотрели сильно больше, чем в прошлом году, и это нас очень радует. Но не в последнюю очередь и благодаря Борису Григорьевичу Кипнису, который сегодня вновь в нашей студии и расскажет нам продолжение истории царствования Екатерины Великой. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на цифровую историю, писать как можно больше комментариев, потому что это позволяет видео набрать максимальное число просмотров, ну и нажмите на колокольчик, это поможет вам получать оповещение о выходе новых видео. А мы переносимся вновь в 18 век, и сегодня поговорим про вторую русско-турецкую войну. Борис Григорьевич, ну, мы уже подошли к её началу. Давайте вкратце напомним, да, из-за чего всё снова началось. Формально всё началось из-за поездки Екатерины II, длившейся с декабря 1786 года по июнь 1787 года на юг. Она оставила царское село, прибыла в Киев, там она двор и дипломатический корпус перезимовали, а когда Днепр очистился от льда, флотилия специально построенных барок отправилась вниз в плуденные земли, как тогда говорили, в наместничество Потёмкина, в Новую Россию, Новороссию. Вот, они посетили Елисаветград, они посетили Херсон, они отправились в Крым, проехали через Крым, Екатерине удалось в очередной раз, всегда у неё это получалось, очаровать элиту крымско-татарского народа. Дальше был Севастополь, смотр Черноморского флота, потрясения, которые испытали император австрийский Иосиф II, послы ведущих европейских держав от того, что они увидели, и отъезд назад из Крыма. И вот это потрясение, оно и явилось детонатором для начала войны. Я говорил уже о том, что во время свидания в Могилёве в 1780 году Потёмкин, Екатерина и Иосиф II согласились о том, что дальнейшая перспектива их совместной внешней политики будет направлена на удаление Османской империи из Европы. Целиком. В Азию. В Азию. Вот там место вам. И поделить Балканы. Константинополь должен стать столицей вновь образуемого государства, которое по смыслу своему заменит исчезнувшую в своё время Византию. Но будет уже сателлитом Российской империи. Да, естественно. Планировалось, что второй внук императрицы, великий князь Константин Павлович, станет императором этого государства. Имя ему поэтому было такое выбрано. Ещё с тех пор задумывали. Да. Ну, это естественный ход мышления, когда выбран главный вектор направления внешнедипломатических усилий. А сосед слабеет и не может являться барьером, непреодолимым барьером. Вот. А часть этих владений отойдёт в пользу Австрийской империи. Грубо говоря, между Австрийской империей и новообразуемым, если повезёт государством, станет Дунай. Всё по левому берегу будет Австрийское, а по правому берегу и дальше на юг, на юг, на юг до Мраморного и Эгейского моря, и Крит, естественно. Это вот будет... Наша. Крит наш. Ну да, я понимаю, вам хочется сказать. И вы, господа, ездили бы отдыхать в Критский район Афинской области. Да. Ну а вот, Борис Григорьевич, давайте попробуем посмотреть на всё это великолепие глазами Турции. Ну естественно. Страшная же история. Естественно. Я, собственно говоря... Два могущественных соперника объединились и хотят тебя сильно покусать, обкорнать, ограбить. Что предпринимает Турция? Собственно говоря, это я сейчас собирался говорить. Послы Англии, Пруссии, находившиеся, Франции, находившиеся с Витей императрицей, естественно, шлют депеши через Константинополь, через свои посольства, в свои столицы. О том, что Россия чрезвычайно усиливается и слишком быстро усиливается на берегах Чёрного моря. И если французский посол был благожелателен, потому что изменилась политика Версальского кабинета. Нужно отметить, что со смертью Людовика XV и с приходом на престол уже Людовика XVI поменялись ведущие министры, и политика конфронтации с Россией сменилась политикой поиска компромисса. Это было не только, я думаю, следствием расширения кругозора политического в Версале, но и тем, что внутренняя монархия Бурбонов начала слабеть уже, слишком слабеть. И понимать, что надо сосредоточиться всё-таки на одном направлении сохранения великой держави, и это, конечно, Англия, более опасным противом. А вот как раз Лондон, если наши слушатели помнят предыдущий рассказ о том, как англичане были очень раздосадованы тем, что императрица не стала их поддерживать во время войны с американскими колонистами, Лондон как раз и превратился за эти 10 лет, предшествующие как раз второй войне с турками, в главного оппонента России. Правда, как всегда, англичане действуют, он действовал осторожно и скрытно. Никаким образом не собираясь сам обнажать оружие, а желая действовать чужими руками, я бы заметил... Что характерно для островного государства. Да, да, да. Ведь единственный раз фактически скрестили мечи – это в Крымскую войну. Все остальные разы чужими руками. Ну, интервенция ещё. Ну, тут можно поговорить. С удовольствием. Вот про интервенцию... Да, видишь, знаю ваша площадка. О чём речь? Но это попозже. Если приготовиться, как следует, я думаю, выйдет полезный для всех разговор. Я вот сейчас готовлю лекцию про атаку английских торпедных катеров на Кронштадт. Ну, да, 19-й год. Между прочим, единственная морская атака на Кронштадт. Да, да, да. Это хорошо известно. Не забудь рассказать о подрыве Гаврилы Константинов потом в Копорском заливе на Минни. Ну, скажу, я забуду рассказать. Нет, я расскажу. Да, это всё... Это хорошо нам с вами известно. Да, это нам хорошо с ними известно. Молодость... Нам с вами хорошо известно и всё, про что вы сейчас будете рассказывать. Да, естественно, естественно. Вот. И вот... Вот Англия понимает, что настал удачный момент для того, чтобы нанести русским контрудар. Потому что, вот, несмотря на все сторони Потёмкина и Екатерины, некоторым образом было заметно, что усилия русских по подготовке не доведены до конца. Ещё раз повторю. Дело не в том, чтобы были потёмкинские деревни. Их на самом деле не было. Вот. Об этом надо просто забыть и больше уже никогда таких глупостей не заявлять. А дело было в том, что при расчёте сил было очевидно, что вот те войска, которые они наблюдали во время поездки в Крым и во время движения по Днепру, и то количество кораблей, которое стояло в строю перед ними в Ахтиарской бухте, этого ещё недостаточно для того, чтобы нанести по туркам сокрушительный удар. Следовательно, не надо доводить до этого дело. Не надо дать русским нарастить ещё больше своей силы. Вот. Поэтому надо действовать на опережение, пока не стало совсем поздно. Берлин подключается к этому, исходя из собственных интересов. Здесь в первую очередь надо понимать, что после первого раздела Польши в Берлине существовали в отношении будущего Польши, точно в контексте замечательной французской поговорки «аппетит приходит во время еды». Но пока вели интриги в Варшаве по созданию прусской партии. Вот. Австрия, вступив в союз с Россией против Турции, держалась в отношении Речи Посполитой пока что нейтрально. Понимаю, что там слишком большие русские интересы, чтобы активизировать свои идущие, может быть, тоже в перспективе вперёд виды на территорию Речи Посполитой. Считаю, что союз с Россией по возможному изгнанию турок, где лежу Балкан, он более перспективен. Потому что это может подождать. В принципе, логично. Да. Действительно. Ну, так извините меня. Польша и Балкан. Не глупые люди сидят в Вене. Слава Богу, князь Кауниц, один из виднейших дипломатов Европы. И поэтому, поэтому вот не оттуда надо ждать помощи пруссакам. Англичанам-то хорошо, в этом смысле справедливо сказал, странное государство. Ты их попробуй достань с таким-то флотом, как у них. Больше ни у кого нет. Даже у французов всё-таки не такой флот. Остальные всё, в счёт не идут. И вот такой игрок существует. Это был Густав III, король шведский. Напомним, что Швеция в начале XVIII века потерпела, можно даже, наверное, сказать, катастрофическое поражение. Оно, может быть, не было явно, но оно выявилось потом, после уже последующих десятилетий. Давайте посмотрим. Огромные территории утрачены на южном Балтии. Большие, большие. Ну, значительные всё-таки. Портовые города, Ревель, Рига, богатые, с крупным населением. Да. Хлебородные провинции, Лифляндия и Сляндия. Точно так же, да. Геополитические позиции серьёзные, брачные. Финансовая расстройство. Потом попытка при Елизавете Петровне. Ещё при Ане-Леопольдове. При Ане-Леопольдове не началась, при Елизавете Петровне продолжилась. Война, которая выпадает из памяти обычно. Да, попытка взять реванш. Неудачная. Неудачная абсолютно. Попытка, естественно, что... И потери Юго-Востока. А то бы тоже ездили бы в Лаперанщину. Да, да. И вот у Густава Третьего, понятное дело, говоря низким стилем, подкипает. Не люблю, честно скажу. Ну, не ладно, хорошо. Не будем опускаться до низкого стиля. Густав Третий мечтает о реванше, о мести за нанесённые в течение предшествующих десятилетий обиды. Там сложнее. Я интересовался историей Швеции. Конечно, после Карла XII Густав Третий самая яркая была фигура в XVIII веке. Это вне всякого сомнения. Амбициозный, молодой, склонный к установлению снова абсолютной королевской власти. Я бы хотел, чтобы наши слушатели и зрители не забывали, что Швеция была конституционным государством. И во времена Карла XII тоже конституционно. Но вот именно война открывает для королей в Швеции всегда возможность действовать в обход Сената и Риксдака, расширять свои полномочия под предлогом военных усилий. Вот Карл XII фактически правил самодержавно в результате того, как развивались события в Северной войне. И это вызывало большое недовольство в Сенате. И в известном смысле они там вздохнули с облегчением, когда узнали, что он погиб в Норвегии. И вот Густав III пошел, собственно говоря, по стопам Карла XII. Он совершил государственный переворот, резко ограничил права Риксдака и Сената, забрав основные прерогативы в свои руки. Но не до конца, потому что дворянство и купечество было очень недовольно. Таким поворотом событий у них отнимали рычаги управления, а главное, что запускали руки в их карман. Увеличивались налоги в пользу государства, взимаемые как раз с собственников. И его идеалом было установить полный контроль над всеми ветвями государственной власти, править как абсолютный монарх. И он понимал, что для этого ему нужна слава победителя России. Маленькая предоносная война. Такой универсальный рецепт. Тут много-то ничего не изобретено. Но это можно проследить через всю историю. Поэтому он с большим пониманием откликается на предложения Лондона и Берлина. А Берлин, он изменился к этому времени. Великий Фридрих умер в 1986 году. И то, что село на престол, его племянник Фридрих Вильгельм II, конечно, ни в какое сравнение... Ну, вы уже его унизили очень жестко. Ну, я ничего сделать не могу. Действительно, все об него вытирают в немецкой историографии ноги. Ничего этого интересного не было. Будем милосердны. У нас же всё-таки не немецкая историография. Мы можем более спокойно отнести. Действительно, он довольно-таки малоприятная личность. Он даже не может идти в сравнение с отцом Фридриха II, с королем-солдатом. Тот всё-таки масштабнее, как человек. Надо ему отдать должное. При всех странных моментах в поведении. Вот этот профан, очень-очень средний человек. Явно не королевская ему работа нужна была бы. Кроме того, слегка повредившуюся головою на почве масонства. Только он не прислигнул, он, как ни странно, стал руководителем масонского движения. В этом смысле. В Пруссии, да? Я просто сейчас занимаюсь теми, которые как раз... Ой, да... Всю которому чудились масонские заговоры. А он как раз наоборот. Он в это всё очень вник. Он стал духовицем. Это точно не полезно, если у вас корона на голове. Она точно вам через уши на плечи сползёт. Бедненький. Да. Ну ладно. И что же сейчас? И главное, нет военных талантов, кроме всего ещё прочего. Ну вообще, на самом деле, вот кроме шуток, после Фридриха II вообще не иметь военных талантов. Это как-то... А это другая линия. У Фридриха-то детей ведь не было. Не, ну всё понятно. Всё понятно. Ну элиты сравнивают всегда. Вот ушло. Предшествующие государины и лишние, да? Да. Вот ушло. Ушло в песок. Как говорят, в таких случаях. Для престижа это было плохо. Не хорошо, не хорошо. Вообще, это было безвременно в Пруссии. Старики, гвардия Фридриха, умирали вместе с ним и доумирали потом после него. И этим объяснялось, кстати, их поражение от революции французской, которая в скорости начнётся. Если бы он был умный, он, не понимая, что у него нет военных талантов, должен был бы искать сильную команду, которая компенсировала бы гений Фридриха хотя бы отчасти. Пруссия в этот момент являлась собой живейший образец стагнации. Живём победами великого Фридриха. И что же это означало для Петербурга? Для Петербурга это означало следующее, что ни в коем случае в такой ситуации воевать с турками не надо. Не обо всех замыслах было известно. Наши шпионы при дворах Берлинском, Венском, Варшавском, Стокгольмском, Лондонском не всю информацию могли выудить. Равно, как и сейчас, на самом деле, это не так просто всё. Но то, что идёт некое движение, некая циркуляция, это понималось безбородко, вне всякого сомнения. Поэтому, естественно, не торопиться. И Потёмкин считал, что никакой войны вот сейчас не надо. По той простой причине, что невозможно произвести достаточный рекрутский набор. Вы не найдёте об этом в учебниках, надо читать специальную литературу. Дело в том, что в мирное время вовсе не набирали должного количества рекрутов, чтобы восполнить годичную убыль солдат от естественных причин. Потому что 98% рекрутов – крестьяне. Из них, значит, 50% точно – это крепостные крестьяне. И дальше начинается. Если мы их будем набирать в том, чтобы закрыть все штатные дыры, мы будем каждый год вырывать из народного хозяйства, слова не было, но понималось, что это не только помещичи и крестьянские, действительно народное хозяйство, будем вырывать рабочие руки, которые там нужны, при том уровне развития земледелия, агрономии и зоотехники. Следовательно, пусть лучше будет не комплект, как это тогда называлось, но не будет не урожая или голода, если кормильца и работника вырвать. Это вполне рационально. И вот два года перед этим были не урожаи. И запасы хлеба, которые, наконец, при Екатерине стали создавать, запасные магазины, то есть государственные хранилища, откуда должны были выдавать зерно в случае не урожая, населения. Это вот социальная политика, наконец, начинает вот таким образом появляться все-таки. Почему мне хочется следующей лекции посвятить уже, когда война закончится, жалованным грамотам? Как первому шагу, действительно, гражданским правом для свободного меньшинства. Не только дворянского, вообще свободного. Ну вот. И поэтому, если сейчас начать форсировать эту подготовку, мы не выйдем из этой голодной полосы. Даже если урожаи будут, а как мы их соберем? Этих рук нет. И женщины с детьми их не заменят, мужские руки. Кроме того, конечно, строительство дальнейших крепостей на юге и строительство дальнейшего Черноморского флота, чтобы его довести до такого состояния, что его появление в Черном море уже само по себе будет значить, что турки не вылезут. Лишь бы на погибель только. Это требует огромных финансовых средств. Причем, поймите, ведь нет железных дорог, нет самолетов, нет автомобилей. Доставка леса на безлесный юг при Черноморье – это проблема проблем. По сути дела, сплав по Днепру должен происходить. Потом, не каждая древесина, я думаю, это понятно всем, подходит для кораблей. Основная масса строевого леса, лучше ее везти, значит, там сплавлять по Волге, потом перетаскивать на Дон, понятно, в Азовскую море, и уже ее транспортировать в Крым для строительства кораблей. Но это легко сказать, Волгодонского канала нет, опять, железных дорог нет. Дон очень колеблемый уровнем, потому что юг пересыхает, там нужно сочетать, чтобы выпадение осадков, таяние снега было таковым, чтобы буераки все закрывал, уровень воды. Почему флот-то Петровский проскочил в 96-м году и появился при Азове, был необычайно снегопадная зима, и Дон наполнился. Иначе бы они еще и пройти бы не смогли, это повезло. Но, конечно, я понимаю, что привлечение таких материалов, оно тормозит рассказ, и, значит, движение внутри лекции, оно тормозится, конечно. Но это вся информация очень важна, чтобы понять, почему происходит событие вот таким, а не каким-то другим образом, почему именно так, а не как-то по-другому принимаются решения. То есть Потемкин и Екатерина вполне государственные люди, безбородка, главные действующие министры. Они понимают, что нельзя вот так произвольно все это делать, нужно, чтобы сочетались вот эти предоходящие обстоятельства. Отсюда никакого желания воевать нет. Вся эта поездка предпринята с главной целью – продемонстрировать Европе и туркам русскую силу, и этим заблокировать их желание реванша. А получилось так, что подталкивали. А получилось наоборот. Но это надо считать эти дипломатические депеши прусских и английских авторов, у которых, конечно, под париками волосы начали несколько шевелиться. Здесь нет ли некоторого противоречия с тем, что вот мы же говорили, что хотели Константина посадить в Константинополь, в Стамбул, сделать императорами? Речь идет о том, что не хотели прямо сейчас, а хотели дождаться стечения обстоятельств. Вот мы сейчас договорились, а дальше пару лет подождем, выберем подходящий момент и ударим. Я же не говорю о миролюбии каком-то вкорененном, о рационализме, очень большом рационализме, который обличает на самом деле крупных государственных деятелей. Там не должно быть авантюризма, ни в коем случае. — Короче, противник решил нанести превентивный удар. — Да, да, да. Можно это почитать? Частично она же издана, эта дипломатическая переписка, но, слава богу, прошло свыше 200 лет, что там писали из Лондона и Берлина, и в Константинополь, и в Стокгольм, и в Варшаву. И начали и поляков перетягивать. Там стала возникать серьезная пропрусско-английская партия, которая блокировала там полностью уже Станислава Августа, который был в пользу Екатерины настроен. То есть, возникала опасность, что они могут построить вот такой барьер снова в лучших традициях Версаля, от Стокгольма до Константинополя. Но это они старались скрывать пока. — Екатерина поняла. Поэтому и не рвалась в бой. Надеялась утешением политики их как бы успокоить. Но не тут-то было. В Константинополе с султаном и его визирем были, как так говорили, представлены на вид все сложившиеся обстоятельства. И была дана гарантия, что если Турция выступит сейчас, ее поддержат в ближайшие месяцы. — Кто конкретно? — Это Швеция и Пруссия. — То есть три противника. — Да. Они будут воевать в коалиции. — А Англия деньгами помогает. — И специалистами. Ну, как обычно. Может быть, вооружением, в первую очередь, артиллерией. Вот. И в Константинополе эмоции возобладали в очередной раз над разумом. Там проблема главная, конечно, Османской империи была очевидна. Нежелание реконструироваться. Нежелание европеизации. — Прогресса. — Да. Закоснелое пребывание на рубеже 16-го и 17-го веков. Нежелание, не то что не умение, нежелание делать выводов из постоянно повторяющихся ошибок, неудач и поражений, которые их преследовали с момента второй осады Вены 1683-го года. Это вечная шарманка, когда нет, это не потому что мы нехороши, а потому что это Аллах от нас отвернулся за наши грехи. Вот надо меньше грешить, тогда Аллах будет на нашей стороне. Не каждый раз, когда кто-то… — Ну, раз Аллах отвернулся, надо было сразу сдаваться. — Нет, ну, не так это делается. Предопределение, действует предопределение. Всё, что происходит, происходит по воле Аллаха. Значит, нужно по-другому себя вести, тогда Аллах… — Повлиять на волю, понятно. — Да. Видишь, мы вернулись к нашим исконным дедовским традициям. Спасибо деду за победу. Значит, вот, и всё будет хорошо и сейчас. Нет, это не так. Вот. Я же говорил, по-моему, уже в прошлые разы, что обучить европейскому строю не получалось. Внутренне сопротивлялись и солдат, и офицер. Только лишь на самом высшем уровне начинали понимать, что действительно что-то надо менять по-европейски, но нельзя менять основы. Это святое, это наше, турецкое. То, что нам завещано предками, как же мы отступимся от их святого победоносного опыта. А мир ушёл вперёд. И вот теперь опять очередная вспышка гордости имперской. Такие уверения получены. Сейчас мы ударим. Ну и дальше всё как в первый раз. Посла нашего вызывают, вручают ультиматум, вывезти войска из Крыма, флот сжечь. Всё это должно снова стать турецкой сферой. Наш посол, естественно, отказывается, его сажают в семью башен и замок. Всё, война. Это был август месяц. То есть, ну, примерно через два месяца после завершения путешествия на юг. Екатерина прямо пишет, что война застигла всё-таки неожиданно. Мы её в этот момент не хотели. Но что делать? Перчатка брошена. Честь и достоинство империи требуют её поднять. Ответа, да. Да, да. Создаются две армии. Большая, Екатеринославская, под командованием Потёмкина. Ему же вручается Черноморский флот. И вторая, украинская, под командованием Румянцева. Благо, он наместник Малороссии. И живёт в Киеве, либо под Киевом Вёшенко. В своём поместье знаменитом. Вот. Румянцев будет прикрывать со стороны границы с Речью Посполитой и Молдавией. Что если оттуда вдруг вторгнутся турки. Вот. А Потёмкин сконцентрирует все войска на юге страны. В направлении операционной линии в Херсон-Перекоп. И начнёт притягивать войска из центральных районов туда же. И будет сложиться такой серьёзный кулак. С помощью которого можно будет сдержать на первое время натиск турок. Операционный план турок был прост и, в общем, понятен русским. Турецкий флот выходит в Чёрное море и идёт к Очакову. Который является в этой ситуации базой сухопутной для турецких войск. И оттуда из Очакова можно оперировать границам этническим Украины. Можно оперировать через Лиман на Перекопском направлении. У русских всего лишь одна небольшая крепость. Кинбурн. Ясиновский переводится с татарского. Фланкирующий вход в Лиман как раз напротив Очакова, находящийся. Вот. Отсюда идея Потёмкина. Он понимает, что войска быстро сконцентрироваться в такой ситуации не смогут. Следовательно, надо действовать на опережение флотом. Первым выйти в море. Встретить турок. Атаковать и разгромить. И вот он даёт приказ Войновичу, командующему Черноморской эскадрой. Вы буквально, как я сказал, выйти в море, найти турок, разгромить и уничтожить. Это обличает в Потёмкине стратегические и частично тактические таланты. У него верный глазомер. Он понимает натиск. И, в общем, понимает быстроту. Но ему приходится быть с одной стороны главнокомандующим, а с другой стороны наместником и большим имперским политиком. Он продолжает являться партнёром Екатерины. В этом смысле Александру Васильевичу Суворову всё-таки будет легче. Правда, никогда не будет полной мочи, как тогда говорили. Но он сконцентрирован только на военных действиях. Ему будет поэтому легче принимать решения и вести дело так, как он считает нужным. И вот это противоречие внутренне Потёмкина, оно и скажется во всех событиях вокруг Очакова в следующем году. А дальше опять вмешалась природа. Флот вышел в сентябре, а в сентябре на Чёрном море начинаются бури, которые, собственно говоря, и дали ему это название. Там ведь вода с слоями, и внизу сероводородная вода на чёрного цвета. И когда бури начинаются, эти нижние слои подымаются и закрывают всю эту лазурь, поглощают. И вот наш флот как раз попал в такую бурю, и от него нет вестей день, три, неделю. Потом начинают распространяться слухи, что флот наш уничтожен. А то, что уцелело, попало в руки турка. И вот тут у Потёмкина происходит стресс. Срыв, я бы даже сказал. Да. Он очень эмоциональный человек. Точно не холодный рептилий. Но можно понять, в конце концов. Ну, бывают всё-таки люди более выдержанные. У него вот не так. Он действительно такой вот... На всю катушку он может только жить. Здесь надо понять, что это же его детище. Это он создал. Да. И вот всё, что ты создал своими руками, в одночасье гибнет. Да. Не знаю. Мне кажется, даже очень выдержанные люди в такой ситуации могли бы потерять своё обладание. Начинают отрывать волосы, швырять парик в угол. Тоже, опять-таки, хотелось бы, чтобы наши слушатели и зрители внедрили в сознание, что Черноморский флот создан Потёмкиным. Если бы он его не создал общим руководством, при том, что Ушаков, конечно, руководил строительством и был самый талантливый из командиров, но рождением флот обязан Потёмкиным. Он постоянно смотрел за этим. Это даже советский кинематограф, в общем-то, показывал. Ну, кинематограф наполовину, а вот в специальной литературе старались это как бы так обойти. Ну... Неподходящий персонаж. Хорошо. Ну, я надеюсь, что наш разговор о кинематографе историческом нашем будет иметь последствия. Мне это самому ещё было бы интересно поэкспериментировать с этим. Вот. Ну, как он психовал-то, расскажи. Он просто-напросто впал в меланхолию, как вот с ним бывало, стал грызть ногти, никого не принимал и начал писать истерические письма Екатерине и Румянцеву. Мотив был один – всё, всё пропало, и бог от меня отвернулся. Это знаменитое «Бог бьёт, а не турки!» Я не могу командовать, всё погибло. Слагаю себе полномочия. В плотёмке не проснулся турок, то есть такой же фаталист – бог отвернулся. Нет. Ну, русские фаталисты, турецкие – это совершенно разные вещи. Вот. Он пишет «Граф Пётр Александрович, всё, и передаю вам командование, только вы можете спасти ещё то, что уцелело». «Матушка императрица», он пишет «Матушка императрица, не могу, вот грешный, слабый человек. Господь вот лишний раз мне показал, что гордыня, заносчивость. Ухожу, я хоть лучше монахи постригусь, не могу, вот не получится больше ничего». Они ему оба пишут. Надо сказать, что Румянцев же был очень против Потёмкина, всегда настроен, отношения были нехороши. Вот Румянцев ему написал очень хорошее человеческое письмо. Молодец Румянцев, молодец. Ну, он государственный человек, он понимает всё-таки в таких ситуациях, кто должен руководить, какие бы ни были обиды и зависть. Екатерина пишет. Эти письма опубликованы, это нужно просто их читать. Не могу же я всё это зачитывать здесь, вы же понимаете? Лекция будет стоять на месте. Хотя безумно интересный человеческий материал. Суворову он написал. Суворов ему тоже ответил, упрашивая, значит, успокоиться, обещая, что мы сделаем всё. Батюшка. Команда. Князь Григорий Александрович. Ну, вот в этом и была сила Потёмкин, действительно, умел подбирать вокруг себя людей талантливых и давать им свободу деятельности. Тоже молодец. Система сработала. Да, 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 да. Вот. И он постепенно успокоился. Флот вернулся. Конечно, состояние флота было аховое. Но живой. Живой. Потеряли один корабль. Мария Магдалинина. Все три мачты снесло к чёрту. Он потерял управление. Его загнало в Босфор, где его и взяли, естественно, вместе с командой. Но всё-таки потерять один линейный корабль, а не весь флот, согласись, это лучше, чем то, что они себе рисовали. Но теперь, после того, в каком состоянии оказалась эскадра черноморская, надо ждать гостей. Качакову. Остановить их невозможно. И, действительно, турки сумели в следующие дни, когда море успокоилось, проскочить. И высадить дополнительные силы в Очакове. И вот тогда, судя по всему, ну, привезли очевидный и указ из Константинополя, комендант решил перейти в наступление на Кенбурн. Так как на Александра Васильевича Суворову была возложена миссия, он командовал войсками Херсон-Кенбурнского района. То есть вот как раз он был на передовой линии. Его войска должны были прикрывать подступы к Крыму, чтобы ни один турк туда не просочился. Он постоянно ездил, значит, либо в Херсон, либо в Кенбурн, либо, значит, в некоторые укрепления, которые были между на берегу Лимана. Вот это деятельная натура настоящего полководца. Он фактически корпусной командир. И в Кенбурне он бывал, по-моему, два раза в неделю. Когда приезжал туда, он постоянно проверял состояние наших укреплений, потом отправлялся на косу. Вот у меня мечта, конечно, побывать на Кенбурнской косе. Посмотреть. Ну, это сейчас территория Украины. Пока никак. И посмотреть на Очаков, условно говоря, глазами Суворова. Вот. Был. На Гумбинском поле, был. На Гросс-Егездорском, на Фридландском, на Прессе-Шейлауском. Хочу на Кенбурнскую косу. Походить надо. Настоящий мистер. С Борисом Григорьевичем собираемся сделать туристический маршрут в Калининградской области. Прекрасное место с точки зрения военной истории нашей страны. Сколько вот знаменитых битв там произошло с участием русских войск. К сожалению, очень мало мемориализации этих битв. Ну, местные люди стараются, но я бы сказал, что администрация не очень горит. Да. Без участия государства это всё, как обычно, происходит у нас. Но оно присоединяется в последний момент. Ну, с таким блестящим рассказчиком, как Борис Григорьевич, всё равно, и даже в большей степени, чем если бы там была мемориализация, интересно будет побывать на этих замечательных битвах. Возвращаемся в 18 век. Вот. Понятно, там из писем Суворова понятно, что он ведёт инструментальную разведку. Ну, как всякий нормальный, командующий войсками, всякий нормальный офицер. То есть он в подзорную трубу, лёжа в дюнах, говоря обычным языком, он смотрит на Очаков, что там происходит. И там дозорные были расставлены, и солдаты, и казаки. Тоже их маскировали, чтобы это не бросало в глаза, и там всё время идёт информация, что в Очакове вот такое какое-то брожение. Значит, там входят войска, выходят войска, значит, выходят, знаете, транспорты, входят транспорты, десятки телег. Вот. Идёт циркуляция. И он принимает меры предосторожности, естественно. Но много войск в Кинбурнскую крепость поместить невозможно. Там было примерно 700 пехотинцев или 800, и, соответственно, где-то 200-150 казаков. Всё. Ну, не густо, не густо. Крепостные пушки были таковы, что они могли только лишь оборонять от штурма эту небольшую крепость. Но бить на конец косы, который совсем напротив Очакова, они не могли достать. Хорошо, что у пехоты было небольшое количество этих полковых пушек, лёгких, но это не для отражения десанта. Понимаете? А то, что десант готовится, ну, чувствовалось благодаря ежедневному наблюдению, так или иначе. И вот повезло только, главное в том, что десант турки стали высаживать 1 октября в Покров, когда Суворов приехал и был в Кинбурне. Дальше вот эта знаменитая история, она, очевидно, легендарная, но красивая, что он же очень религиозный человек, он стоит на богослужении, гарнизон в церкви на богослужении, и тут прискакал казак. Турки высаживаются, то есть отошли транспорты морские от Очакова, а там где-то километр, не больше, и высаживают десант уже на Кинбурнской кассе. Ну, Суворов, значит, там через плечо, не тревожьте, пусть идет богослужение. Через какое-то время второй казак прискакал. Турков очень много, рыть окопы начали. Хорошо, не мешайте, пусть дослужат до конца службы. Третий прискакал, уже все, когда оно окончалось, отрыли окопы, заполнили. Отлично, теперь мы пойдем. И вот войска вышли из церкви, он обратился, «Ребятушки! Османы высадились, пошли их бить!» Ну, примерно так, очевидно, это было. Обрадовались, можно размяться заодно. Конечно, застоялись в церкви. Да, и не только в церкви, а от мирного сидения. Главное, от напряжения, вот будет или не будет, это надо тоже понимать. Войска бывает такое, это может показаться странным, но те, кто интересуется серьезно, глубоко, они знают, войска иной раз идут в бой и в атаку с радостью. Психологически разрешение, наконец, происходит накопившегося конфликтного состояния. Вот, и закипел бой. Я не буду рассказывать подробности, вот, надеюсь, что будет цикл лекции о Суворове, там побалуем. Вот, бой длился до темноты. Турки дрались отлично. Они вообще хорошие солдаты. Это точно могу сказать. Им всегда не везет с генералами. Офицеры младшие у них неплохие. Вот, тем более они отрыли окопы. Это классическая турецкая тактика того времени, идущая с 17-го еще века. В окопах они всегда хорошо, отлично сражаются. И нашим приходилось все время атаковать, и большой крови стоило сбивать турок. Но турки снова концентрировались и переходили в контратаку. Спасало нас только то, что на транспортных кораблях не было артиллерии. Суворов был дважды ранен. Лошадь под ним была убита. После второго ранения в руку он потерял сознание на несколько минут. Кутейников, донской офицер, отвез его, значит, к морскому берегу косы. И холодной водой его привели в чувство. Омыли рану. Перевязал Кутейников собственным шайным платком. И так Суворов завершал сражение. Насчет гренадера Новикова, который его спас. И целый миф про это существует. Картина висит в музее. Написана в Крымскую войну. Из патриотических соображений. Из текста письма Суворову получается совсем наоборот. Суворов его скорее прикрыл, когда тем Ятаган был занесён. Потом Новиков тут же заколол троих турок. Получил награду. Короче говоря, к вечеру они взяли все 15 линии окопов. Загнали в воду. Подкатили пехотные пушки свои. Потому, что скрепостные невозможно было по песку тащить. Поставили и стали их расстреливать. И погиб весь десант. Пять тысяч. Причём большая часть это были янычары. То есть десанту придавалось огромное значение. Там где-то недели три, если не месяц, трупы погибших. Штормовой лиман выбрасывал на Очаковскую сторону. Вой там стоял в Очакове. Когда там они выбирали собственных погибших. Надо сказать, что Екатерина ещё перед боем где-то за недели две писала Потёмкину, что вот мне снилось, что даже если, значит, они что-то, турки, сделают Херсону, то Александр Васильевич им отомстит под Кинбурном. Это говорит о том, насколько она была в курсе деталей происходящего там, на другом конце страны. Ну, плюс доверяла. Верила, точнее, в гений. Да. Но в первую очередь, я говорю, что она была очень хорошо информирована Потёмкину и знала, кто где расставлен. Ну, естественно, в этой ситуации не просто военное счастье переменилось, а Кинбурнская победа была крайне необходима в пропагандистском отношении. Я думаю, у Потёмкина отлегло окончательно. Конечно. И вот тогда повернулись колёса наградного механизма, и за небольшой, в общем-то, бой, это не козлу же, которыми закончилась Вторая война, получил Александр Васильевич высшую награду Российской империи. Он стал кавалером ордена святого Андрея Первозванного. Праздник святого буквально на днях был апостола Андрея. Вот так вот. Щедро были награждены офицеры и солдаты. Екатерина сама послала из Зимнего в Петербург, чтобы ей привезли ленты георгиевские и медальные для солдат. И прислала специальным курьерам Потёмкину, а тот уже вручал их Суворову, чтобы тут же наградить всех. Потому что они герои. Естественно, богослужение торжественное, рудийный салют – всё как положено. Всё. Вот теперь общество, напрягшегося в ожидании, чем же всё это разразится, действительно отлегло от сердца, императрица отлегло от сердца. Можно было зимовать. Кратце про реакцию европейских дворов. Не перебугались. Нет. Они посчитали, что это частный случай. Ну, да. Ну, что ты с турок возьмёшь? Это с турки. Ну, сейчас шведы начнут. И вот тогда… Ну, нет. Ну, там сложнее, значит. Ну, теперь всё. Наступает зима, боевых действий не будет. А надо не забывать, это же безлесая полоса. Какие боевые действия в бураны. Надо сидеть в землянках и блиндажах. Пережидать. Либо в городах. Вот. Турки подготовятся. И тогда войдёт флот. Весной большой, султанский. Привезём войска. И вот тогда… Алярм! 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 Заодно и шведов ускорен. И шведы тоже начали ускориваться. Вот тогда, зимой и весной, когда шведы начали вооружаться, когда флот стали приводить из мирного состояния военное, в Петербурге стало понятно, что, кажется, нас ждут гости из ближнего зарубежья. Но об этом уже обо всём в следующий раз. Вот так. Спасибо большое, Борис Григорьевич. Видите, как насыщенно стали развиваться события. Война всё-таки. Да. Ну что, дорогие друзья, до следующего раза. Не забывайте подписываться на наш канал. Мы готовим для вас ещё очень много интересного. Спасибо, Борис Григорьевич. Спасибо, Егор. Ну а на сегодня всё.